Караганда станет площадкой для проведения крупного международного форума регионов Казахстана и Польши. Это стало известно сегодня в рамках рабочей встречи Акима Карагандинской области и польской делегации, которая находилась в шахтерской столице со знакомительной поездкой. Гости из Польши ознакомились с экспозицией историко-культурного центра первого президента и даже побывали на футбольном матче в Тимиртау. Гости из Польши – европейские чиновники. Главы ведомств, другими словами, областей Европейской республики в Караганде с дружественным визитом. Паужан Авдишев рассказал польским делегатам о том, какие возможности имеются во взаимовыгодном сотрудничестве Карагандинской области и Польши. Центральный Казахстан как мощная база для развития совместных предприятий промышленности, машиностроения и энергетики. К слову, по итогам прошлого года внешний торговый оборот Карагандинской области с республикой Польша составил более 37 миллионов долларов. А запланированное на осень проведение международного форума поможет дальнейшему развитию взаимоотношений страны и промышленного региона Казахстана. Приглашаю вас в сотрудничестве в разных отраслях. Я думаю, те намерения сегодня, которые господин посол обсуждает по проведению форума региона, я думаю, он даст новый импульс в динамичном развитии таких региональных развитий взаимоотношений между нашими регионами. Маршал Экварминско-Мазурского воеводства, а по совместительству председатель правления Союза воеводств Яцик Протос во главе делегации. Высокопоставленный чиновник приехал поделиться опытом местного самоуправления. К слову, польская модель самоуправления является одной из успешных в Европе. И этот опыт может быть использован в нашей стране, сказал Болжан Аблишев. Реформирование государственной службы в целом и ваш опыт по системе самоуправления вызывает большой интерес. И мы готовы, для нас это интересно изучить, то, что мы с вами обсуждали. Возможно, мы отправим делегацию в свой изучение именно, потому что сегодня также у нас в стране происходит разграничение функции на уровне центра регионов. Члены польской делегации побывали в католическом соборе на юго-востоке. Он строился в Караганде более 8 лет и был открыт в сентябре прошлого года. Тогда на церемонию открытия приезжал кардинал Анжела Содана. В территории Караганде было организовано 4 лагеря для военных пленок. Это в Караганде, в Балхаше и в городе Джазгазгане 2 лагеря. Посетили делегаты испанский мемориальный комплекс, где в 1996 году был установлен памятный знак полякам, жертвам политических репрессий. Показали полякам спортивные объекты на юго-востоке. Ледовый дворец Караганда-арена, теннисный центр и центр развития бокса имени Серикасапиева. Их можно использовать не только для проведения спортивных мероприятий, но и как площадку для форумов и конференций, отметили маршал Эки. Мы видим, что в Караганде построено очень много объектов. Здесь развита инфраструктура и промышленность. Казахстан вошел в пятерку стран, признанных Министерством экономики Польши, как выгодных для сотрудничества. Мы будем привлекать в Карагандинский регион крупные польские фирмы не только для сотрудничества, но и для инвестиций. Сегодня Польша имеет очень большой потенциал в производстве химической промышленности, в производстве создания новых технологий. И в этом отношении Карагандинский область осматривается как лучшая индустриальная площадка, где мы могли бы совместно инвестировать и создавать совместные предприятия.